Спасибо за пение. Спасибо всем, кто сделал это служение красивым, таким, каким оно всегда есть в студенческой церкви. Кто во время субботней школы, ближе к концу, испытал легкое чувство голода? Есть такие в зале? Позвольте мне пропустить долгое вступление, мне рассказывать, как мне нравится ваша новая сцена, новая кафедра, как мне самому приятно быть в Буче, как мне особенно нравится быть в студенческой церкви и перейти сразу к делу. Потому что наша задача это не много говорить, а чтобы проповедовать Слово Божие. Сегодня я хотел с вами разобрать один отрывок, перед этим немного рассказать о своей мечте. Мне бы хотелось как-то съездить в Японию. Многие люди слышали, что Япония удивительная страна. Я слышал рассказ одного человека, который жил в Соединенных Штатах Америки. Когда он поехал в Японию, побыл там немного и приехал назад, он сказал, что у меня такое чувство, что вот мы, американцы, отстали от жизни где-то лет на 10-15. Я вот думаю, а какое чувство меня посетит, когда я поеду в Японию? Многое, то, что нам кажется сегодня фантастикой, многие вещи, какие-то достижения, вообще уклад жизни людей, то, как они обеспечивали себе удобство и комфорт, это просто немыслимо, это мечта. Знаете, говорят, что церковь отстала от общества лет на 10-15. Если Япония на 10-15 лет вперед, то по последним исследованиям церковь где-то лет на 10-15 назад. Всегда догоняет. Общество уже все в интернете, оно все в коммуникациях, оно все в смартфонах, а церковь еще приглашения раздает, еще там бумажки у них, они еще думают, что как-то могут привлечь, как-то традиционно. И многие люди говорят, что в коммуникации, в лидерстве, в бизнес-структурах, в финансах церковь, она очень сильно отстает. У меня был болезненный опыт с этим связанный, он связанный с музыкой. В 2002 году, когда я был студентом в Заокске, мы решили организовать группу. У нас был какой-то год, когда у нас было 7 эстрадных групп в семинарии, в учебном заведении. Нам так нравилось играть, мы все хотели играть. И, конечно же, каждый мечтал, что вот сцена, вот концерт. Вы знаете, как на концертах бывает? Ну, Буча знает, как на концертах. Вот, особенно если хороший оператор, хорошая аппаратура, и звук шикарный, и такое, ну, это праздник, это концерт. Вот, и мы задумались создать эту группу, и я поехал для того, чтобы добыть первую в своей жизни бас-гитару. Эту бас-гитару мой дедушка нашел на чердаке. Вот, где-то, я думаю, она была годов 70-х. Вот, и когда мне ее передали, она была завернута в тряпочку такую, я ее развернул. Но это был, конечно, раритет. Вот, это было удивительное произведение искусства. Вот эта гитара. Мне пришлось ее существенно доделать перед тем, как она начала вообще хоть как-то издавать звуки. Вот, мы приделали туда новые струны, вот, потом я покрасил деку в серебристый цвет, и мне казалось, что эта гитара лучше ее нет. Что я буду очень хорошим бас-гитаристом, что я буду выходить на сцену, и все у меня будет получаться. У меня были люди, которые меня поддерживали в этом. Был барабанщик, который играл на старенькой установке Макстон, которую когда-то купили для Заокского. Был Володя Выпущенко, который был очень хорошим клавишником. Клавиш хороших не было, клавиши были такие себе, без педали, без ничего, но ему удавалось там неплохо играть. У нас был солист в нашей группе, группа называлась «Осколки». Вот, а солистом был сын Василия Васильевича, Олег Костюк, мой хороший друг. Я помню, когда мы давали наш первый концерт, вот, когда мы попробовали свои силы, когда нам казалось, что, ну, все выходит, все здорово, вот, и людям нравилось в зале. И, знаете, как у молодого человека, который увлекается музыкой, появляется чувство, что вдруг нас ждет большое будущее. Вдруг когда-то действительно вот эта сцена, там, где много огней, много аппаратуры, она будет наша, и мы будем выходить и будем играть. Потом наступил момент правды. Момент правды – это была попытка записать свой первый альбом. У нас было похожее вот расположение, как здесь, в Буче, у нас был большой зал, и был такой малый зал, и мы решили использовать малый зал в качестве студии. Ну, студии-то нету, денег на хорошую запись нету. Вот мы взяли те инструменты, которые у нас были, вот, решили, выбрали ночь, и договорились с руководством учебного заведения, что мы всю ночь проведем в этой комнате и будем записывать наш первый диск. Мы взяли, поставили ударную остановку, загородили ее такой, деревянными такими, как забор сделали, чтобы ее не слишком сильно было слышно. Вот, подключили всю остальную аппаратуру, еще у нас была Марина, шикарная скрипачка. И вот мы всю ночь, всю ночь мы пишем этот диск. Мы пишем, пишем, мы смотрим, вроде и одна песня записана, и вторая, и третья, и четвертая, и пятая. Мне казалось, что еще часок мы сможем просто выпустить свой золотой CD. И знаете, прошла ночь, не попали мы на пары, проспали завтрак, но мы были очень довольны. Мы записали диск. Потом наступил еще один момент, правда. Этот диск надо было прослушать. Вот, когда мы собрались с группой для того, чтобы послушать свой диск, смешанные чувства охватили нас. С одной стороны, как бы все было классно, но чувствовалось, что качества чуть-чуть не хватает. Этот ударник, который мы постарались загородить какими-то дощечками и деревяшками, его все равно было слышно во всех микрофонах. Гитару было практически не слышно. Клавишник себе играл очень хорошо, но он где-то потерялся, потому что его не было слышно всех остальных. Скрипка тоже играла, ну, хорошо, но не со всеми вместе. Одним словом, у меня до сих пор хранится этот замечательный золотой CD группы «Осколки». Я с радостью вспоминаю сейчас это время, когда мы пробовали. Но знаете, когда мы после этого были на некоторых концертах, когда ты видишь сцену, видишь эту заваленную аппаратурой сцену, выходишь, смотришь на клавиши «Корх Тритон», шикарные клавиши, когда ты смотришь на пять гитар электро, которые стоят, когда ты смотришь на бас-гитару шикарную ручной работы, ты понимаешь, что мы где-то отстаем. Мы не успеваем за этим миром. Когда ты слышишь, что один известный музыкант привозит для того, чтобы оформить сцену 25 больших грузовиков, разных, разной аппаратуры, разных спецэффектов, ты понимаешь, что в церкви будет ли когда-то такое время, когда мы дотянемся до этого мира, когда мы дадим качественный продукт. После этого мне довелось побывать на концерте Нового Иерусалима. Вот мы слушали дружков, и мы видели, что некоторые христианские певцы вроде как бы дотягиваются, но нам не удается. И знаете, потом, спустя годы, несколько раз еще меня посещала вот эта мысль, кто мы, кто в составе, не музыкальным уже, какие у нас ресурсы, что мы можем дать этому миру. Я бы хотел открыть вместе с вами отрывок, который мне очень и очень нравится. Я уверен, что вы слышали его не раз. Но сегодня он наш. Сегодня он в центре нашего изучения. Это Деяние апостолов, 3 глава. Деяние апостолов, 3 глава. С самого начала будем читать. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Известная вам история? Известная. Давайте отметим некоторые важные моменты, которые есть во втором тексте. Видели ли вы человека хромого от чрева матери? Я думаю, что, может, в жизни вы встречали людей, которые, к сожалению, не могут вообще ходить. Судя по тексту, по той терминологии, которая здесь используется, мы говорим о человеке, у которого не работали колени и не работали ступни. То есть, это достаточная была причина для того, чтобы вообще никогда не подниматься на ноги. А видели ли вы, какие ноги у людей, которые не могут ходить? Доводилось вам некоторым? Это не очень простое зрелище, правда? Потому что это кость, это жилы, это нервы и очень мало мышц. А может быть, и вообще они практически отсутствуют. И все это обтянуто кожей. Худенькие-худенькие косточки. Ноги, они тренируются, руки тренируются, когда люди пользуются им. Если кто-то из вас когда-то ломал руку или ногу, вы знаете, что достаточно месяца или полтора месяца, когда недвижима рука, недвижима нога, чтобы потом почувствовать, насколько сильно она ослабела. Кажется, что ты вообще не можешь ходить, что нужно учиться заново. Кажется, что ты рукой, вот ты ж умел ей писать, ты же умел то и другое делать, а теперь не получается, надо постараться, чтобы возобновить эти навыки. Написано, что человек, здесь тоже используется слово, которое говорит не о юноше и не о старике. Мужчина приблизительно где-то к 40 годам. Давайте предположим, что ему 35-40 лет. Вы можете представить, в каком состоянии его ноги к этому моменту? Он никогда в жизни не ходил, он никогда не пользовался этими ногами. Его приносят, ставят там, ложат, он собирает милостыню и его забирают назад. Знаете, почему эти ворота назывались красными? Что это слово значит? Ну, вы знаете, что красное – это не совсем красное, правда? Я надеюсь, что богословы в курсе, что красное – это прекрасное на самом деле. То есть, это ворота красивые. Представьте себе, когда у красивейших ворот сидит человек, у которого не все хорошо, у которого есть какие-то сложности. Красивые ворота. Это были те ворота, через которые заходили в храм правоверные иудеи. Знаете, почему его там сажали? Потому что там больше всего дадут. Потому что там заходила именно та категория людей, которые могли, которые были, знаете, как правоверные. Они заходили, надо было кому-то дать милостыню. До сих пор в многих храмах в празднике сидят люди. Почему? Потому что они знают, что когда люди идут, которые набожные, которые идут на какой-то праздник, на Рождество, на Пасху, на другой какой-то праздник, они чувствуют своим долгом что сделать? Дать милостыню. Поэтому этого калеку приносили и садили там, у этих красных, прекрасных ворот. Потому что там проходили люди, которые могли дать ему деньги. Красивые ворота. Убогий калека. Хотел бы сказать, что болезнь накладывает свой отпечаток не только на тех, кто не может ходить. Любые хронические заболевания, которые есть у человека, они рано или поздно каким-то образом виднеются в нем. Их тяжело скрыть. Люди могут уже различать, что не все в порядке с здоровьем человеком. Мы помним о том, что средняя продолжительная жизнь была невысокой в то время. Кто знает, какая была продолжительность, средняя продолжительная жизнь во времена апостолов? Давайте предположим. Сколько? 50 лет, да? Я был бы рад, если бы в Украине такая продолжительная жизнь была реальная. Как вы думаете, какая продолжительность жизни? Я говорил об этом в проповеди как-то лет назад. 28 лет, друзья. 28 лет. Мужчина, который был парализован, который не мог ходить, который не мог, соответственно, что делать? Хорошо питаться. В 40 лет он был кандидатом на выход. Он был доходяга, которому осталось очень и очень мало. Друзья, дело в том, что в те времена очень высокая была детская смертность. Плюс люди, войны, инфекции, болезни, много проблем в обществе. Средняя продолжительность жизни была по разным подсчетам очень невысокой. Давайте даже предположим 30 лет, но это очень и очень мало. Человек, которому 40, который 50 лет, это был уже повидавший многое в жизни. Это который уже старичок, которому уже действительно скоро пора. Мужчина, судя по терминологии, лет 40, без всяких перспектив, без хорошего питания, приносит, берет немножко денег, уходит назад. И что происходит с ним дальше? Мы помним эту историю. Третий стих. «Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни». Третий текст тоже очень интересный. Знаете, что в третьем тексте интересно? Что Петр и Иоанн, судя по тексту, если читать языки оригинала, они сделали небольшую остановку перед входом в храм. Имеется в виду, что они были, то есть они не пробегали мимо в храм, не залетали в храм, не запрыгивали в храм, не забегали в храм. Они остановились для того, чтобы приготовиться ко входу в храм. Хороший урок для нас, правда? Я смотрю, иногда мы бываем, так редко бывает, может быть, раз в год с кем-то из пожилых служителей, что я рядом с ними оказываюсь. Или это во время проповеди, или во время какого-то праздника. Я вижу, как они заходят в церковь и становятся на колени для того, чтобы помолиться. Они заходят в зал, становятся на колени для того, чтобы помолиться. Мой отец так делает, я так не делаю. У меня нет такой привычки. Я захожу быстро, сажусь на место, мы общаемся с людьми, мы идем и так далее. Вы видите, да, что немножко другая динамика. Раньше в наших церквях всегда люди, когда заходили в храм, первым делом они должны были провести несколько минут в том, чтобы помолиться. Конечно, мы не все повторяем, то, что делали наши родители, наши дедушки и бабушки. Друзья, но здесь очень важная мысль. Апостол Петр и апостол Иоанн остановились перед входом в храм. Это было то время, когда они заметили человека, который туда попасть не мог. Когда человек идет, он спешит к Господу. Очень важно, чтобы в своей жизни он мог замечать еще других людей, которым тоже туда надо, которым тоже нужно Господу. Но если ты очень быстро бежишь к Богу, если ты очень сразу хочешь получить все Божьи благословения, ты залетаешь за этими благословениями, вполне возможно, что ты не заметишь того, кто там, на входе, он бы и остался. И дальше начинается самое интересное. Те тексты, которые мне очень и очень нравятся. Петр и Иоанн, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. Как вы вообще чувствуете, когда кто-то на вас очень пристально смотрит? Как я сегодня на некоторых. Но здесь церковь, здесь проповедь. А если ты остался один на один? Мне в последнее время, после того, как я уехал в Бучу, с Бучи мне очень такой, не самый радостный момент, это катание в лифте на 11 этаж, в многоэтажке. Здесь такого не было. Здесь спускаешься по лестничке, все тебя знают, со всеми приветствующихся, и так далее. А теперь я, или идя на работу, или приходя с работы, я нажимаю кнопку лифта, рядом подходят какие-то люди. Вот, мы заходим вместе в лифт. И вот интересно посмотреть, как ведут себя люди, очутившись в лифте. Я думаю, что многие из вас это знают, да? Все как-то так, даже поздороваться как-то неудобно в лифте. Ты стоишь, надо просто дождаться. Все сразу смотрят или на телефон, или на кнопки, или на вот этот вот, там, где показывают количество этажей. Что там смотреть? Все равно, ты едешь каждый день, и все. И кнопку ты же уже нажал, чего на нее смотреть? Ну как-то неудобно, какой-то чужой человек рядом с тобой в лифте. Представьте себе, если бы в лифте кто-то на вас бы пристально начал смотреть. Да не в лифте даже, даже в транспорте. Это пугает. Особенно в наших обстоятельствах, в том, что происходит, если бы кто-то начал всматриваться в тебя, смотреть тебе в глаза, что бы ты подумал? А знаете, Лука здесь использует очень интересное слово. Это слово очень редкое в Священном Писании. оно используется всего несколько раз. Несколько раз его использует Лука, несколько раз Павел. А знаете, где в прошлый раз использовалось слово «всмотревшись»? В прошлый раз слово «всмотревшись» использовалось тогда, когда служанка смотрела на Петра, когда он передавал Иисуса Христа. Именно это слово использует Лука. Тогда служанка смотрела на Петра, всматривалась в него. Она внимательно свой взгляд на нем сосредоточила и смотрела. Кто же ты? Кто же ты? А потом, ага, ученик Иисуса Христа, видит по повадкам, по всему, как-то ведет себя, вот, может быть, там прячется. И она подходит к нему, смотрит на него и говорит, ты был с Иисусом. Как вы думаете, Петр смело смотрел их в глаза? Конечно, был. Да, был. Люди, которым есть что скрывать, люди, которые боятся чего-то, они отворачивают взгляд, они прячут взгляд. Боксеры на ринге, они смотрят друг на друга и пытаются психологически победить еще до того, как бой начался или состоялся. Они смотрят в глаза, и кто первый отвернется. Есть у молодежи и у подростков такая игра, да, тоже смотрелки, и кто, кого пересмотрит, тоже выдержит первый, не мигнув, ничего. Сколько в жизни я глаз испортил на этой игре. Здесь, представьте себе, апостол, недавно, немного времени прошло, на него смотрят, и он, скорее всего, отворачивает взгляд. А теперь он сам на человека смотрит точно таким взглядом. И когда дальше в пятом тексте евангелист Лука продолжает, он говорит, «И он пристально смотрел на них, надеясь получить что-нибудь». А знаете, здесь используется совсем другое слово. Почему так? Какая игра слов, да? То есть, если Петр, вот это слово такое, как поедающее, то есть он смотрит, этот взгляд с уверенностью, то то слово, которое в пятом тексте используется, он пристально смотрел на них. Кто смотрел? Вот этот вот коллега. Это больше взгляд такой с напряжением, ожидающий, такой, знаете, взгляд испуга какого-то даже. Вот он смотрит на них. Я вот думаю себе, а что поменялось в Петре за это время? Чуть более, чуть менее, там какое-то время прошло назад, несколько месяцев прошло назад, а мы знаем, что это время очень-очень короткое было, даже месяца, возможно, не прошло. Ну вот, когда кто-то смотрел на Петра, а теперь смотрит он. Что поменялось? Давайте почитаем дальше. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Дух пророчества пишет, что вот шестой текст нам нужно разделить на две части тоже. Будьте со мной, открывайте слово Божье, посмотрим, это очень интересно. Вот это фраза первая, когда Петр сказал, серебра и золота нет и у меня. Вот эта пауза была смертельна для человека, который слушал. Дух пророчества открывает очень интересный момент, что он не зря там сидел. Его принесли в Иерусалим, потому что слышали о том, что там есть Иисус Христос. Потому что слышали о том, что там происходят удивительные чудеса, что там самые люди с самыми сложными заболеваниями они получают исцеление. И Дух пророчества пишет о том, что когда его принесли, он узнал, что Иисуса Христа уже нет. Вы можете представить, какое разочарование пережил этот человек. В своей жизни он пережил то разочарование, когда вот все, надежды нет, когда остается пособие, когда остается милостыня, и ты вот так вот ожидаешь своего конца. И здесь к его большому разочарованию добавляется маленькое разочарование. Каждый день он всматривался в людей и ожидал, кто же ему что-то даст. И Дух пророчества пишет, что когда апостол Петр и Иоанн, они всмотрелись в него, что у человека в ответ происходит? Он как бы, надежда. Представляете, что нам тяжело это представить, что мы сидим, все плохо, ноги не ходят, мы просим милостыню. Идут правоверные иудеи через ворота, которые называются прекрасными, и всматриваются в тебя. И ты думаешь, а может быть это тот самый шанс? Апостол Петр достает слиток золота, несколько килограмм, говорит, знаешь, друг, не просто тебе живется, как кто-то в пост написал в фейсбуке, вот тебе шоколадка и 6 миллионов долларов, и живи спокойно. Может быть вот этот момент, некоторые люди, когда нет никаких надежд, когда в тебя нет хорошего питания, нет будущего, ничего нету, но ты надеешься, что может быть какой-то подарок, который облегчит тебе жизнь. А вдруг это богатый фарисей, а может быть это еще какой-то богач, который пришел сегодня в храм, и он сейчас вытянет, и что сделает? И даст. И может быть не придется больше выходить к этим воротам, унижаться, просить милостыню, может быть не придется больше заниматься всем этим делом, которое, я уверен, никому очень сильно не нравится. Это унижение. Ведь вот таких прекрасных ворот, когда люди идут, какие достойные, все красивые, это постоянное унижение, а ты просишь, дайте, дайте, дайте. А вдруг за один раз бы решил хотя бы проблему, с ногами помочь не может, ну хоть может быть золотом. И тут он слышит эту фразу, серебра и золота нет у меня. Какое разочарование. Иисуса нету, здоровья нету, а у этих и денег нету. Так что ж вы в храм идете-то, без денег? Могли бы хотя бы копеечку какую-то, могли бы хоть что-нибудь бы сделать. Он пережил еще одно разочарование, которых было очень много в его жизни. Но шестой текст не заканчивает эту историю. А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял его, и вдруг укрепились его ступни и колени. Как мне нравится этот текст. Вы можете представить себе такое чудо, что человек, который никогда в жизни не ходил, он встал. Тяжело представить. А вы можете представить человека, у которого вот такие тоненькие, тоненькие ножки, косточки, мышц почти нету, кожа обтянутая, что он не просто вскочил, не просто начал ходить, а что там написано дальше. И вскочил, встал и начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скачая и хваля Бога. Вы представляете, что происходит? Вот он на этих тоненьких ножках вот люди могли видеть, тогда одежды, наверное, были вот такие, что можно было увидеть. Не было джинсов, не было носочков, не было ничего такого, что можно было надеть. И вот он вот на этих тоненьких ножках прыгает и скачет. Человек, который в жизни никогда не ходил, никогда не подымался на ноги. Вы можете это представить? Друзья мои, с Богом могут быть результаты такие, которые мир никогда не может даже представить себе и предположить. с Богом в жизни может произойти что-то, что человек не может скопить ни за 10, ни за 20, ни за 30, ни за 50 лет своей жизни. То, что люди могут ждать годами в своей жизни, может произойти быстро при встрече с Богом или Его слугами. Давайте еще немного дальше прочитаем. Я хотел бы сделать еще один акцент. «И весь народ видел Его ходящим и хвалящим Бога и узнали Его, что это был Тот, Который сидел у красных дверей храма для милостыни. И что с ними случилось? Исполнились ужаса и изумления случившегося с Ним». Люди все равно в нашей жизни они больше рассчитывают и давайте честно скажем и мы с вами. Мы часто рассчитываем на человеческие средства. Когда происходит что-то необычное, с нами происходит тоже что-то удивительное. Люди не ожидали. Они могли предположить, что происходят чудеса, но когда этот человечек на тоненьких ножках начал прыгать, когда он никогда этого не делал, люди пришли в ужас и изумление. И мне очень нравится ответ Петра. Это 12 текст. Мужа израильский. Что удивитесь ему или что смотрите на нас, как будто мы свою силу или благочестием сделали то, что он ходит. Дальше он проповедует им. И мне очень нравится 16 текст. Обратите на него внимание. И ради веры во имя его имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от него даровала ему исцеление сие пред всеми вами. Посмотрите, как красиво евангелист замечает вот этот важный момент. ради веры во имя его. Имя его, имя Иисуса Христа, что сделал? Укрепило сего. А теперь еще вопрос очень важный к вам. Многие говорят, что у этого коллеги была большая вера, да? А как этот текст говорит? И вера, которая от кого? От него. Друзья, Библия, Священное Писание снова и снова учит нас и говорит, что вера это дар Божий. Чем является отклик человека? Я не знаю. Мне очень тяжело, хотя я имею теологическое образование, немного думал об этом, мне очень тяжело ответить на вопрос, что может сделать человек для того, чтобы вот получить этот дар. Какой-то малейший отклик, какая-то неоттолкнутая рука апостола. Вот все, что мог сделать этот коллега для того, чтобы получить это славное исцеление. Вера от Господа. Апостол берет его за руку, подымает его и может быть только в том, что он не сопротивлялся. Этот человек становится на ноги. И это все во имя Иисуса Христа. Знаете, сегодня особое время для церкви. мы никого не можем догнать, как я и говорил раньше. Мы не можем догнать ни красивой сценой, ни лампочками, ни проектором, ни планшетами, ни приложениями, ничем. Церковь Божия не может угнаться за этим обществом. Мы не можем угнаться в бизнес-делах, мы не можем угнаться в деньгах. Но когда мы смотрим на этот мир, что с нами происходит, отворачиваем ли мы взгляд, как людям, которым абсолютно нечего дать, когда мир смотрит на нас, когда кто-то всматривается нам в глаза, что сделает христианин? Отвернется? Скажет, чем я могу тебе помочь? В мире столько проблем, у меня своих забот хватает, и мое здоровье может быть не ахти. Что я могу дать этому, этому миру? Не так давно я ремонтировал свой автомобиль. Время от времени мне приходится это делать. Я заехал на СТО, и там была комната ожидания. Я не очень был в хорошем настроении, машина сломалась снова и снова. Я сидел в каком-то напряжении, время поджимало, у меня был планшет, у всех сейчас есть интернет. Я листаю страницы, смотрю что-то, сижу, сидит в этой комнатке ожидания администратор, девушка, сидит в этой комнатке мастер, который занимается, один мастер трудится над моей машиной внизу. Я как-то обмолвился, что я церковь, церковь, и сижу, сижу. Проходит один час, второй час, время, время идет. Я клиент, не оказывают услугу. Что я могу дать этим людям? Наступает момент, когда рядом со мной на диване еще один человек сидел, он выходит из этой комнаты, после этого выходит мастер, и девушка администратор обращается ко мне и говорит, а вы из церкви? Я говорю, ну да, вообще-то. Говорит, а можно с вами поговорить о Боге? Да, пожалуйста, я же, я растерялся, я растерялся, я просидел там час, я никому ничего не говорил, я клиент, меня обслуживают, машину мою ремонтируют, я в не очень хорошем расположении духа, а тут человек оказывается, и можно засвидетельствовать ему, и она мне говорит, знаете, что я вам хочу сказать, я считаю, что все церкви это, ну, манипуляция людьми, со знанием, я и Бога говорит, не очень-то веруя, но можно с вами поговорить? Я смотрю на эту молодую девушку, которая сидит в хорошем, в хорошем рабочем месте, в принципе, у нее дорогая техника, у нее все телефоны, которые только нужны девушкам, у нее ноутбук, которым можно только мечтать, вот, у них хороший бизнес, дела идут неплохо, и она почему-то хочет поговорить со мной о Боге, и знаете, что произошло дальше? В следующих 10-15 минут, пока в комнате никого не было, она засыпала меня вопросами, она спрашивала, и так, и сяк, и об этом, а куда, а с чего начать читать Слово Божие, а что там, а как, а где Бог, а что это значит? Я не успевал отвечать, я отвечал, отвечал, и знаете, я потом в конце, когда уже позвали меня, сказали, что машина ваша готова, можете забирать, я ей сказал, Катя, говорит, если бы я знал раньше, что вы хотели бы об этом поговорить, у нас было бы столько времени для этого, а у нас было всего 10 минут, я вам всего не успел рассказать, давайте я что-то сделаю для вас, вот сайт нашей церкви, вот сайт телеканала, и до свидания. Я был абсолютно не готов к такому повороту событий, я думал, что здесь мне могут только кому дать, мне могут дать, мне могут оказать услугу, мне могут помочь, мне могут что-то исправить, а на самом деле, вот эти люди, которые вокруг нас, они все нуждаются в ком? В Иисусе Христе. Когда я ехал сюда на служение, в маршрутке, знаете, когда стоишь, и взгляд падает на телефон, люди там ищут, молодая женщина сидит и ищет, к чему снится церковь церковь с золотыми куполами, в интернете, в поиске. Друзья, это очень не смешно. Эти люди абсолютно потеряны в жизни, они не знают, где Бог, где сатана, куда идти, в чем цель, что делать. Этих людей в мире очень много. Я недаром начал свой разговор с Японией, свою проповедь. Знаете почему? Потому что Япония одна из стран, где во всем мире один из самых высоких уровней самоубийств. Где люди, которые живут в абсолютно технологичном мире, которые продвинут намного десятилетий вперед, в которых есть автомобили, в которых зарплаты такие, что американцы, которые переезжают туда, говорят, нам очень дорого в Токио, мы в Токио ничего не можем купить, нам очень как-то непросто здесь выживать. Эти люди с огромными зарплатами, с машинами, с технологиями, с мобильными, со всем другим, что у них есть. Один из самых высоких уровней самоубийств в мире. Почему? Потому что человеку нужен Христос. Потому что каждому человеку в этом мире нужен Иисус Христос. Я хотел бы вас убедить в следующем, дорогие друзья, что если вы являетесь христианином, вам не нужно прятать глаза. Если кто-то смотрит на вас, или вы смотрите на кого-то в мире, смотрите смелее. Вам есть, что дать этому миру. Каждый из вас может дать что-то важное людям, которые вокруг вас. Каждый может поделиться Иисусом, рассказать ему. Мы очень много стесняемся. Мы стесняемся наших соседей, мы стесняемся наших сослуживцев, мы сидим на работе, каждый занят своим. Мы себе говорим, сегодня никто не интересуется религией, сегодня церковь это такая тема, лучше ее не поднимать. Друзья, это все наши отговорки перед тем даром, который мы получили в Иисусе Христе. Я получил очень хороший урок на СТУ. Я понял, что в какой бы ситуации я ни находился, нужна мне помощь, или не нужна мне помощь, мне оказывают услуги, или я оказываю кому-то услуги, я просто сижу в транспорте, у меня есть чем поделиться с человеком, который рядом с ним. имя Иисуса Христа. Знаете, жизнь апостолов была очень непростой. Вскоре, вот эта первоапостольская церковь, она была в большом растении. Апостолов многих убили, тех гнали, но то, что произошло тогда, в первом веке, оно потрясло весь мир. Это простая группа учеников. Апостол Петр не стал богаче после Пятидесятницы. Апостол Петр не стал более каким-то изысканным, достойным после Пятидесятницы как человек, как интеллигенция. Он не стал в храм приходить с какой-то особой силой. Апостол Петр просто пережил настоящий опыт познания Иисуса Христа. Когда они исполнились Духа Святого, у них появилась смелость для благовестия. Когда они исполнились Духа Святого, все в жизни многие вот эти вот вещи разрозненные, точки разрозненные соединились в одну прекрасную картину. Картина, которая называется «Свидетели Иисуса Христа». Свидетели умершего и воскрешего Спасителя. Из чего состоит наша жизнь сегодня? Чего бы вы хотели добиться? Хотите быть хорошим профессионалом? Хотите достичь чего-то в карьере? Может быть, купить что-нибудь? Может быть, вы хотите закончить учебу, быть образованным человеком? Я снова и снова хочу вам сказать. У каждого из вас есть что-то очень ценное. У каждого из вас есть такой дар в руках, такой подарок, с которым вы можете поделиться абсолютно с каждым человеком, который рядом с вами. И этот подарок – Иисус Христос. Я бы хотел, чтобы мы сегодня молились о нас, молились о том, чтобы мы были сильными свидетелями ради Господа, чтобы мы перестали отворачивать свой взгляд. Не чувствуйте себя отсталыми. Если у вас нет крутой аппаратуры, если здесь не завалена эта сцена техникой, если ваши концерты об Иисусе Христе, они концерты, и нету большой какой-то силы в этой всей музыке, мощи в этой музыке. Может быть, сегодня клипы христианские, это еще те березки, кто-то на камеру снимает, и сестры поют наши, а когда мир идет уже вперед. Не стесняйтесь этого, друзья мои, не стесняйтесь этого. Не стесняйтесь ничего, что есть в церкви, потому что то, что здесь есть, оно в миллион раз, в немыслимое количество раз превышает все, что есть в этом мире. Как написано в Священном Писании, тот, кто вас, он больше всего. Тот, кто вас, он выше всех, он больше всех, и он лучше всех. И пусть такой Христос всегда будет в вашем сердце. Никогда не отворачивайте взгляд. Аминь. Помолимся. Отец наш, дорогой, наша молитва, наше исповедание перед Тобой, оно продолжается, Господь. Потому что бывали времена в нашей жизни, когда мы стеснялись Тебя. Стеснялись, может, своего христианского образа жизни. Стеснялись, Господи, может быть, наших приглашений, книжечек наших, Господи, наших песен, нашего телеканала, чего бы там ни было. Господь, мы хотим сегодня просить прощения за это и сказать, что мы хотим еще раз поблагодарить Тебя за великий дар, который есть в Иисусе Христе. Этот дар настолько большой, настолько ценный, Господи, что с того времени, как мы его получили, нам больше не нужно стесняться. Нам больше не нужно отворачивать взор. Не нужно опускать наши глаза вниз, Господи. Потому что у нас есть все необходимое для жизни и для благочестия. Отец Небесный, чем бы не была наполнена наша жизнь, профессиональным ростом, карьерой, какими-то успехами в учебе, в личной жизни, бизнесом, Господи, помоги, чтобы мы всегда помнили о том, что все это пустота, все это просто ноль по сравнению с даром Иисуса Христа. Помоги нам делиться этим с окружающими, с людьми, которых, возможно, больше денег, чем у нас, с людьми, у которых, может, больше возможностей, больше технологий, больше продвинутности в этом мире, Господи. Помоги поделиться с ними Иисусом Христом, потому что Он очень нужен им. Помоги, чтобы эта церковь, молодая церковь, где много молодежи, когда мы путешествуем в транспорте, когда мы бываем здесь, в этом городе, на территории, чтобы каждый из нас не прятал глаза, у нас есть Иисус Христос, у нас есть чем поделиться. Пусть это будет нашей молитвой, желанием сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.